Приветствую! В данном ролике я расскажу, как быстро и без лишних усилий создать красивый фотоколлаж на примере вот такого ананаса, состоящего из маленьких фотографий различных фруктов и овощей. Для создания фотоколлажа нам понадобится программа Art&Soft Photo Collage Maker. Итак, открываем изображение, на основе которого будет строиться коллаж. И переходим на вторую вкладку. Формирование коллажа происходит из большого количества фотографий или картинок, папки с которыми предварительно нужно добавить в базу программы. Для примера я добавлю небольшую папку с изображением цветов. Чем больше файлов, тем дольше происходит процесс индексации. Во время добавления вы вполне можете провести время за просмотром галереи на сайте компании Art&Soft, перейдя вот по этой ссылке. Также при отсутствии у вас необходимого количества фотографий, вы можете скачать демонстрационные базы изображений, ссылка на которые также есть в программе. Любую добавленную папку можно удалить из базы, что я и сделаю с последней добавленной папкой. Теперь следует отметить те папки с фотографиями, из которых не нужно построить коллаж. В данном случае отмечу две папки с изображением фруктов и овощей. На следующем этапе перед построением коллажа настраиваются основные и дополнительные параметры. Дополнительные настройки разбиты для удобства на несколько вкладок. Более подробно про все настройки программы Art&Soft Photo Collage Maker можно посмотреть в ролике по этой ссылке. Здесь же подобраны оптимальные настройки для данного коллажа. Закроем окно настроек и запустим процесс создания коллажа, нажав на кнопку сформировать фото коллаж. После необходимых процедур и вычислений, а также подбора нужных элементов и исключением дубликатов на соседних клетках коллажа, мы в конечном итоге увидим результат работы программы. В уже сформированном коллаже имеется возможность заменить любой его элемент другой картинкой. Ну, например, вот так. Однако, как видим, изображение отличается от того, что вы видели вначале. Программа по умолчанию за основу коллажа взяла полностью все изображение, включая белые участки фона. Поэтому вернемся в окно настроек и перейдем на вкладку область заполнения. Как видим, установлен параметр, при котором за основу фотоколлажа берется вся область исходного изображения, что, кстати говоря, вполне применимо для большинства обычных фотографий. В изображениях с белым или черным фоном логично же исключить фон из области построения коллажа, отметив соответствующий вариант. Мы же попросим программу не строить коллаж на белых участках, установив параметр «Исключаются белые области». Сформируем наш фотоколлаж заново. Что ж, сейчас мы видим, что на белом фоне фрагментов коллажа нет, что в лучшую сторону отличает его от первоначально полученного варианта. Осталось сохранить полученное изображение в файл. После сохранения фотоколлажа просмотрим его более детально. Как видим, мы получили такой же фотоколлаж, какой я показывал вам в самом начале. Это ананас, составленный из различных фруктов и овощей. Увидеть примеры других коллажей, как я уже упоминал, вы можете в галерее на сайте art&soft.ru. Там же вы сможете скачать программу Art&Soft Photo Collage Maker и начать самостоятельно создавать прекрасные фотоколлажи из своих собственных фотографий. Необходимые ссылки есть в описании видео. Я желаю вам успехов в работе с программой Photo Collage Maker компании Art&Soft. Всего доброго!